Послание апостола Павла Кремлина, 8 глава, 20-21 стих. А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшочник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Вот во всей Библии это единственное место, где заданный вопрос, ответа нет. Когда ученики спрашивали, когда, Господи, восстановишь царство Израиля, он говорит, не ваше дело знать времена и сроки. За собой смотрите. А здесь даже вопрос задавать нельзя. Бога никто здесь не видел, когда человек разговаривает. А просто вопрос стоит, меня Бог таким создал, я мог быть выше ростом, мог быть умнее, умнее. Тут еще что-то влияет от меня, ум развивать, считать. Ну а все остальное это от меня не зависело. И человек ставит так вопрос, а я причем? Мы когда обычно идем к ночамику, говорим, Господи, я иду к нему сейчас, смягчи его сердце, чтобы он расположился там, подписал бумагу, посадал. А Господь прямо говорит, иди к фараону, а я жесточу его сердце, иди. Фараон не может противостать. А фараон, может быть, молился, Господи, и сказал, по-хорошему отпустить это от народа, чтобы жестокосердно мне не быть. Он тоже мог так молиться, мы можем предположить. Но ночью ему положено каменное сердце, он взялся каменным. Вчерашнее решение стал отменять. Советники стали советовать в дурную сторону. Иди к нему. Да чего идти-то, когда уже, Господи, ты так поперек встал на дороге-то. Одно дело, когда человек стоит, там можно его попросить, Бог уберет. Сам Бог встал на дороге. А зачем ты споришь? Я сказал, ты иди. А я Бога не знаю. Ты знаешь Его. Ты просто не можешь выразить словами. Да я против Бога ничего не говорил. Не говорил. Никогда. А написано, неверующий Богу представляет Его лживым. Он не говорит, но представляет. Вот в Библии написано, да мало ли еще, бумага все серпит. Ты не поверил. Он написан, неверующий, ты сказал, Бог врет. Вот как это я тебе выражу. Да, вроде такие слова я мог сказать. Писание так говорит. Неверующий представляет Его, что Бог солгал. Иначе ты каждое слово будешь хватать, целовать Его, Господи. И только бы мне не оказаться в числе тех, которые на левой стороне. Бог силен изменить. Интересное толкование дается на это. Как ожесточить? Чем? Любовью. Вот на дороге грязь. Солнце нужно, чтобы высушить дорогу. Но грязь эта, на ней сейчас, когда она мягкая почва, любое семя даст растоп. Но влага улетучивается, и земля делается, как камень. Ее ничем не пробьешь. И чем больше доказал милости фараону, тем жестче делалось его сердце. Влага любви Божьей улетучилась, не принималась. Вот так понимать надо. Ну а почему вот так с Россией? Я был за границей, видел. Спрашиваю, когда этот построенный сарай обыкновенный? Да кто его знает когда? Ну лет 300 назад. Сарай 300 лет. Из камня весь сложен, из бутылок камня. Ну мы только вокруг пруда за 17 лет уже три раза перегораживаем. Ограда падает, гниет все. А если мы будем хорошо делать, власть сменится, перестройка, коллективизация, раскулачивание, нас все равно сметут. Почему в Астралии нормально живут, здесь нет? А ты еще споришь. Бог назначил русскому народу быть таким. Вот он назначил ему. Вот нам с это сразу зайти. А еврей может быть другим, он может быть другим. Но вообще вся нация это как захваска в мире. Всеми ненавидимые сбои будут шататься по всему миру и завоюют весь мир через деньги. У них цель, великая цель покорения мира. Но в этом и самая великая трагедия. И вместо ожидаемого мести и Христа примут антихриста. А ты что, что споришь с Богом? И мы должны себе поставить вопрос, а я не спорю ли? Я наконец-то в священном Писании увидел, что спорит тот, кто не знает. Христос никогда не спорил. А написано, что со Христом спорили, я ни в одном месте не нашел. И Бог не спорит. И написано, фарисеи спорили с учениками Христовыми. А почему они ученики с ним спорили? А знающий, он не спорит, он возмещает истину. Двое спорят, это значит, что оба они не знают. А что ты знаешь, чего тебе спорить? Я знаю, Христос умер за мои грехи. А ты скажешь, а нет Мадомед, ну, твое дело, нет и Мадомед. А я знаю, что Христос нет другого имени под небом данного человеком, которым надежало бы нам спастись. Надо нам научиться мыслить, вот так, как сказал Господь. Вот открываем мы в священное писание. Что говорит о споре? Деяние 25.19. Но они имели некоторый спор с ним, объявив богопочитания, как о Иисусе умершем, о котором Паэл утверждал, что он жив. Вот спорят католики с православными. Разделились западно-восточная церковь. О чем спорили? Ведь сегодня собираются богословы с той и другой стороны и упираются в так называемые филиоклы. Дух Святой исходит от Отца, и же от Отца исходящего. А католики добавили, и же от Отца исходящего. Да святые отцы, как Афанасий Великий, верили, что и от Сына исходят. Господь говорит, и пойду, и пошлю Духа Святой. Места писания подтверждают то и другое. Спориться было не о чем. А разделились на века. Словые походы пойдут. Во что будем? Протопопал вакуум, противостал Никону. Ну и правильно. Потому что вчера прижимали пальцы, два, теперь давай три. Иконы стал ломать, не так писать. Но стоило разделяться. А ведь разделение-то было практически по всей России прошло. Слабо характерные люди подчинились, а более твердые остались верны старому обряду. Ведь это не три, не четыре, а пяти миллионов. Вот где она уже была революция. Спорили, писали книги, нашлись мудрецы с той и другой стороны. Мне Бог позволил считать всю эту апологетику. Я не знаю, есть ли где что, чтобы мне в руки не попало. Я нигде не нашел ни одной строчки, чтобы спорили о том, как идти благовествовать, как людям показать Христа, как жить во Христе. Вообще об этом нет слова. А два раза говорит Аллилуйя или три? А почему два-три? Надо всю жизнь говорить Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе Божия. Два перста или три? Я беседую со старым обрядом. Почему два? А это Бога-человек. А почему три? Три троица, правильно. А что ты изображаешь на себе? Крест. Крест что означает? Вещественное. Бог неподвержен страданию. Ты согласен? Ну, Златоуз говорит так, Божество неподвержено. Вот два пальца, а это Бога-человечество. Как ты можешь крест изображать-то? Двумя пальцами. Это уже несоответствие действительности, уже элементируется. А троица тем более. Троица не умирала на кресте. Движута думался. Ну а как тогда? Как готовите? Петериню. Потому что пять ран, пять ран это вещественное, на вещественном кресте. Сообразуйте духовное с духовным. Я Петериню не буду крестить, я так не приучен. Я молюсь двумя хрестами. Я, естественно, так научен. Но в этом заложен элемент ереси. Ереси в то, что Божество тоже страдало на кресте. Бог бесстрастен. Понимаете, даже до этого не дошел ни к мио-вакууму. О чем спорили? Да мы были едины, монолитны. Если бы Евангелие-то проповедовали. Спорить вообще даже не о чем. И какие книги? С одной и или с двумя. Я стал исследовать и нашел не одна и не две, а полторы, оказывается, буквы. А как? За первой икраской. Ешуа. А нам скажи, Ешуа, а почему Иисус? Даже никогда не подумаешь, почему. Потому что в гречах помолкаете, буквы Ш нету. Они Ессе сказали. И в мире удивляются, откуда вы взяли Иисус? Откуда? Буквы у Него нету в этом народу. Буквы Ш. Иерусалим. А у нас Иерусалим. Шалом. У нас это Салим, Иерусалим. Шалом. Нет. Вот ведь суть-то в чем. Спорили люди, не знающие, не ведущие. И упустили самое главное. А ты кто, что споришь с Богом? А ведь если это написано в Писании и в оригинале, то мы спорим с Богом. Надо просто научиться покорять все воли Божией. Да будет воля Твоя. Это очень легко считать. Да будет воля Твоя, не менее. Остановись. Воля Его познается только в Священном Писании. А воля Божия открыта была святыми пророками и апостолами. А еще, где Бог тебе в душе будет открывать, то только согласно Слову Божию. А все остальное не от Бога. А если иное? Павел это предусмотрел и говорит, она прямо. А если ангел с крыльями, сияющий, анафема. Если не то будет говорить. Галатам 1, 8, 9. Ну кто из нас на это решится? Всех. Патриарх сказал, митрополит сказал, поп сказал, священник. Вопреки Писании анафема ему. И папе, и патриарху. Спорили они о каком-то богопочитании. Если я молюсь Богу, кто между мной и Богом может встать? Это не только безумие. Это сумасшествие совершенное. Если человек молится. Ребенок заболел. А родители разной веры. Она мусульманка. Он женился на ней, она так и не перешла. Ребенок заболел. Как искренне стали все молиться. Ребенок выздоровел. По чьей молитве? Те говорят, это наш Бог. Аллах услышал. Да как? Это наш Бог услышал. Ну давайте будем еще об этом спорить. Вы молились, доверились. Так и будет спорить. Надо прекратить споры просто. Не позволять спорить. Возвестил и отошел. Леви 10.17. Почему вы не ели жертву за грех на святом месте? Ибо эта святыня великая. Бог назначил. И надо приступать к этому. Бог сказал, что без причастия не спастись. Почему? Кто-нибудь есть в плоти сына человечества. У иреки яков этого нет. Это есть только в церкви. Так всегда понималось. И так в священном писании. И не надо об этом спорить. А у них хорошо. Там перечисляют всех ботистов. И я говорю, там хорошо. Но священство нет. Без этих священных рук, как говорит Баталусь, нет спасения с человеком. Почему? Бог установил. Делай добро, не воруй. Я понимаю, как важно быть благодетельным. Нести общественное служение. Ну а церковь я не люблю. По пам не хожу. Я от многих это слышал. Ты споришь с Богом. Бог установил. Вне церкви нет спасения. А церковь только там, где Господь установил священство. Где нет священства, не церковь это. Это церковь. И любых сексантов в России они покажут дату образования. 100, 200, 300, 10 лет назад. У церкви основание одно. Сионская горница. Там, где сошел Дух Святой на апостолов. Число 11, 11. И сказал Моисей Господу, для чего ты мучаешь раба твоего? И почему я не нашел милости перед дачами твоими? Что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Мне трудно было по всему писанию выбрать такие места, показать, где люди спорили с Богом. Притом люди значительные, важные. Вождь народа израильского Моисея начал спорить с Богом. Я тебя избрал. Ему не хотелось быть вождем. Он не рвал, он был не карьеристом. И что он выдвинул? А, я не речистый, он заихо был. Указал на язык. Бог сразу сказал ему, это просто решается. У тебя брат речистый, Аарон. Он будет тебе как Богом. Я через него был и тебе говорить. Не надо думать, что тот стал Богом. А ты что споришь с Богом? Бог тебя поставил именно в отцах. Поставил староста в этой церкви. Священником ты стал. Матерью, отцом. И не спорь. А у нас нет детей, а теперь мать-донор найдут, искусственно теперь научились оплодотворять, все сделают. Это не Божий путь. Ты согласись, нет детей. Остался без жены, не ищи жены. Остался без детей, не ищи детей. Это твоя ниша, в которой тебе Бог поставил. Он тебя искать там будет. А вот там тебя искать будет. Теперь обихоть эту гордость, сделай ее убранной. Чтобы отец, сын, моги прийти и обитель сотворить. И об этом надо постоянно помнить. Четвертая царь, 12-7. Но царь и ад позвал священника Иоанда и священников и сказал им, почему вы не исправляете повреждения в храме? Эта забота была колено левее. Но все отступили вдруг, царь стал. Ведь церковь-то не была бы такой, если бы священники были на должном духовном уровне. Вызвали их, сказали сотрудничество с КГБ. Мы не пойдем. Просто мы не можем пойти на это. Так и их расстреляли бы. Но они были бы на небе. Я считал, в архипелаге Гулак, когда были пленные японцев, эта война-то была высохом, там вместе всего воевали с Японией. И много взяли пленных. Им сказали, давайте. У них пушки все было, они сразу сдались. У них дисциплина. А их поставили задачу здесь умолить. И вот они там работают на шахтах, в рудниках. А у них питание другое. Они между собой уже решили. А идут колоннами по пять человек. Сразу в шахту спускается, допустим, десять тысяч человек. Подходит их офицер, умеет разговаривать к начальству. Наша плохо себя чувствует. Рис надо. Какой рис? Вы пленные. Рис надо. Нам плохо. Стоять перед шахтой. А туда? Полкилометра. Шахта. Так будет рис или нет? Нет, не будет. Шагнула первая пятерка, полетели вниз. Еще раз спрашиваем. Будет рис или нет? Какой вам рис? Вторая пятерка шагнула, все пятеро взявшись за руки, полетели вниз. Еще начальство остановилось. Рис будет. Все. Пятнадцать человек спасли пятнадцать тысяч. Ведь так священники-то не сказали. Ну если я правильно буду крестить, меня архиерей запретит. Господи, да покажи мне хоть одного священника в России, которого запретили за то, что он правильно крестил. Да не за это запрещается, а за неблаговидные дела. А это только престижное. Надо уметь противостать злу. Не подчиняться ни архиереям, ни патриархам, когда это вопреки Слово Божие. Тебя первого запретят, второго убедишь, где-то дело тронется. А с кого начать? Давыд спрашивал, кто первый начнет битву? И он показал, какой отряд пойдет, и как вы узнаете, шум раздастся на деревне. По слову-то Божию учили бы, с Богом-то не спорили. А почему не с меня? Если не я, говорит, то кто же? Вот я первый восстал. Я не стал искать где-то. По слову Божию посмотрел и увидел, все монашество спорит с Богом. А не собственную праведность, корешками пытаются спасаться. Собственной праведностью. Отвергая праведность Божию. Вообще, как будто Бог у нас не умирал, а то больше не ест и прочее. Сектанты все спорят с Богом. А зачем церковь? Ну мы вот создали церковь свою и все. Все до одного. Сектанты спорят с Богом. Католики. Католики спорят. Один папой. Без папы невозможно. На каждом месте папа. Папа на месте Христа. Это наместник Бога. И все, что сказал от Бога. Нет этого нигде в Писании. Никаких наместников. Повреждения в Доме Божьем надо исправлять. Это все повреждения. Вот Иоанн, царь, увидел их. И не надо спорить. И Бог сказал, видишь недостаток, пойди обличи их. Спросите, какая должность была у Иоанна Крестителя? Должность. Ведь вообще-то глаз купивающего в Писании это не должность. Это призвание, это ревность. Ну а вообще он кто священник был? Ничего у него не было, никакого звания. И он один только Ироду сказал, не должно тебе иметь жену брата твоего Филиппа. И он лишился головы. Ну и все знают эту историю и закончили. А Иоанн за того дальше продолжает. Ты хотел бы получить награду от Бога? Иди и обличи тирану. Иди. Тебе по плече открыто. Ты получишь награду от Бога. Ты не бойся никого. Пойди по слову Божьей нет. Говорит, возьми двух троих с собой и тоже покажи. Это Дом Божий. Дом Божий это не здание. Это мы в себе. И мы составляем вместе Дом Божий. Как хорошо быть братьям вместе. Хорошо и приятно. Иоанн 21.7. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Вот вопрос. А ты что споришь с Богом? Долго они живут, а ты попроси Господи, может под старостью дашь им покаяние? Слово почему всегда заключает в себе не только недоумение, но и несогласие. Ну а почему это со мной только? А почему я крайний что ли? Ты не задавай этот вопрос. Тебе сказали помочь, ты пойди и помоги. Ты наоборот спеши. В почтительности предупреждайте друг друга. Иначе ты окажешься не первый, а последний. Ты услышишь, что требуется где-то помощь? Поспеши. Я говорю, что мы объявили сбор денег. Поучаствуйте в этом. Осенью сделаем полный сбор дома, пока сохраняйте. На перевод Евангелия для алтайского народа, который рядом живет. А там требуются большие средства. Вот мы в прошлый раз один сделали. Приехал даже к нам директор отделения РБО, Российское бюджетское общество. Ты можешь не участвовать. Но когда будут там обращаться души, через родное, на родном языке Евангелия, твоей лепты там не будет. Ну немножко хоть лепту в добых вложи. Отдельно заведите дома коробочку где-то, конвертик. И складывайте туда. Для дела Божьего мы будем участниками благовестия. Да, там участвуют в этом библейском обществе 70% протестантов. Мы, священники там есть. Имеет благословение на это от патриарха Алексея и прочее. Нас интересует, по-божьему это или нет. Я скажу, это истинное проявление силы Духа Святого. Пока не обречетесь силой, будете не свидетелями. Новые свидетели растут. Они послали людей, которые изучили древнееврейский язык. Сидят со свистцами. Купили компьютеры, технику. Требуются деньги. Люди, которые оторваны от работы. Переводят на щитческий язык. И переводчиков прячут, чтобы не убили. Молитесь об этом. Кто щедро сеет, тот щедро ждет. Мне не надо этого. Мы уже участвовали. И мы все, все общины, каждый дом откладываем. Осенью сделаем сборы и пригласим, чтобы к нам снова приехали те люди, которые занимаются великим евангельским трудом. Исайя 58.3. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, и ты не знаешь? А мы даже с этим согласимся. И правильно, Господи, что мы молимся, а ты не слышишь нас? Какова наша жизнь? Где наше свободное время пропадает? И спорить с Богом не надо. Вот что он нам отпустил, и сказать это как раз и даже излишне. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот она и причина. Ваша воля. Что хотите, то и делайте. Я вам вчера говорил об этом. Вы имеете возможность бывать в городе. Если взять по общему количеству жителей, то проверяешься довольно-таки мобильное. В транспорте съездят. Свободное время, шесть дней в неделю, вы помогаете мужьям своим. Расспросите, с кем они встречаются, в какое время, что можно дать. Если у вас нет Евангелия, придите, мы вам дадим Евангелие от Иоанна бесплатно. Новые Заветы. Чтобы вооруженные выезжали отсюда. Чтобы потеряевка была говорящей. И скажи, меня назначил Бог благовестником. Для этого я здесь нахожусь и никому не уступлю это место. Иеремия 2.14. Разве Израиль рак? Или он домочадец? Почему же он сделался добычей? И с этим спорить не надо. Только ответить по грехам нашим. Но Бог долготерпелив и много милостив. Иеремия 3.19. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно. Все уставы мои соблюдаете, исполняете их, он будет жив. Иногда говорят, ну это хорошо, что разбойник покаялся и Бог его в рай берет. А вот если всю жизнь молилась, постилась, трудилась, долго жила, все делала. А под старость сделался дурной характер, невыступчивый. А Бог говорит, что мы застанем в том осужу. Ни одно правильное дело тебе не припомнится. А вот с этим уже мы не согласны. А ты согласись, почему? То первое, что разбойник о врае ввел, простил, не поминай ни одного плохого дела, это Бог. И то, что не припомнит ни одного доброго дела, если согрешишь в конце жизни. И это Бог тот же самый. И спорить не надо с этим. Надо быть настороже. Надо каждый день готовиться к смерти. А вернее сказать, к встрече с нашим Господом. А верующие понимали, я каждый день готов получить награду. А теперь готовится мне венец жизни. Ну, до этого мы еще не доросли, может быть. Малахия 2,10. Не один ли у всех нас Отец? Почему же вы вероломно поступаем мы друг против друга, нарушая тем завет отцов своих? Вот в этом почему вина наша. Какой завет мы получили от отцов? Кого он на этот самый? Заметьте, один стих, но сколько вопросов. Я отца своего не могу сюда поставить, деда не могу поставить. Никаких заветов евангельских они мне не дали. Я сюда отношу апостолов, это отцы наши, пророков. Почему же мы вероломно поступаем против них? Я одно и то же место долблю, одно и то же. Потому что исполнения пока нет. Запомните. Богослужение пропускающее раздевает мать церковь. И грех его больше греха хамово, говорит Иоанн Златоуст. Мы все как бы листики на дереве, ведь отсутствуешь. Дерево голое. Как просто он мог это понять? Златоуст объяснял одно место. Вот Авраам покинул родственников и пошел. Все. Он объясняет, какие были обычаи, погодные условия, какие народы рядом жили. Я с другой стороны захожу. Где кто покидал родину, как он уходил, все места по писанию. Люди не знают Библии. У меня одна задача людей научить шествовать по Библии. Вот вопрос коснулся спорить. Я беру по Библии. А вообще о чем люди спорят? Библейские. И как это к нам перенести, чтобы нам не спорить? Матфея 17, 19. Ученики, приступив к Иисусу, сказали, почему мы не могли изгнать его? Вот этот вопрос сегодня ставят все. Появляются экстрасенсы, руками машут, исцеляют что-то. А надо согласиться с тем, что мы не постимся, как должно, и не молимся. А Христос дал ответ. Постом и молитвой изгоняется род сей. Ребенок не послушен. И видно, что у него уже качество уголовника будущего. Прямо видно его, жестокосердие. Где выход? Ничего не можете сделать. У оружия одно демон захватил душу. Бейтесь за эту душу. Постом и молитвой. Согласитесь с Богом и не спорьте. Не ищите вину. Кто-то виноват. Кто у меня брат, кто сват, отступил, был в общине, ушел, потому что его не искали. Плохо. Пустые, говоришь, слова. Это люди придумывают, что Иоанн. Базослов. Это в житии написано. Было или не было. Отступил один, пошел по пустыне искать. Да, помню, искал его. Даже допустим. Искал его. Нашел. Ну и все. А Павел никого не искал, разве? Но, говорит, я остался один. Если обратиться к человеку, он должен сам о себе позаботиться. Ты ему засвидетельствуй. И на этом остановись. Всего он зашиворот никого нельзя врать, затащить. Иоанн 8, 43. Почему вы не понимаете вещи моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Почему вы спорите со Мною, говорит Господь? Потому что не можете слышать Слово Моего. Почему между нами единства нет здесь? Потому что не по Слову Божию поступает. Слово Божие нас только объединяет. У нас лично здесь стоящих Слово Божие ни в чем не должно разъединять. Нигде. При том в исполнении. Иоанн 8, 46. Кто из вас обречит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему же вы не верите мне? Эти слова прозвучат когда-то на суде Божьем. Почему мы спорили с Богом? Все, что нам Бог дает, это от Него. Говорят, погода сегодня плохая. Таких выражений нет. Другая погода. Нам не нравится, это может быть, но плохой погоды у Бога не бывает. Война пришла, плохие времена. Это хорошее. Гонение на христиан хорошее. Лютые времена, это от Бога, спорить не надо. Надо подставлять шею, страдать и понимать. Бог ударами нас гонит к Царству Небесному. Итак, чтобы мы не были счастливы спорящих, смиренно склоним голову и скажем, за болячки мои благодарю, за то, что у меня в семье, прости, что не так, Господи, но я постараюсь исправить, что во мне не так, прости, я получил от родителей хорошее здоровье, я неумно жил, я его растратил, прости меня. И спорить с Богом крайне опасно. Аминь.